Привет, ребята! Я решила снимать неделю влогов. Не знаю, получится у меня это сделать или нет, но я очень постараюсь. Сегодня 17 число. Это получается... Сколько дней, как я родила? Я родила 6-го? 11 дней. Время летит, шарики потихоньку сдуваются. Быть родителем нелегко, но я не могу сказать, что пока прям сложно. Вот, фу. Надеюсь, что всё будет хорошо, продолжаться в таком же духе. Пока со всем справляемся, расскажу вам в этом видео про наш быт, про нашу жизнь. Сегодня мы пойдём на прогулку. Вторую. У нас уже была одна прогулка. Вы такие думаете, охренеть, чего вы так долго не гуляли? На самом деле была ужасная погода в Москве, дожди просто сумасшедшие. У меня скакало давление, просто было типа 140, самое минимум было 170. В общем, ужасное было давление. Сейчас у меня уже хорошее давление, 125. И сегодня последний день, когда я пила препарат от давления, который мне назначили в клиническом госпитале, где я рожала, где меня проверял кардиолог. Не хочу хвастаться, но всё, успеваю. Вчера смонтировала влог о день до родов. Я погладила, и постельное бельё погладила, и стирки сделала, и дома прибираюсь, и что-то готовить успеваю. И, как видите, накрасилась. Но я, конечно, не крашусь каждый день, потому что я не снимаю каждый день. Мне приходится делать какой-то выбор. Например, сегодня я могу, не знаю, провести дома уборку, приготовить покушать, и ещё что-то такое поделать. Но тогда лучше мне не тратить время на макияжи, на съёмки влогов. Ну, короче, от чего-то приходится отказываться, потому что, конечно, времени не так много. Но я думаю, что со временем всё будет лучше. Каждый день мы спим по-разному. То очень хорошо мы спим, то очень плохо мы спим. Я думаю, что нас начали мучить газики, но мы пока справляемся без всяких газоотводных трубочек. Я очень волнуюсь всё это делать, но сегодня мы их обязательно купим, просто чтобы они были дома, потому что вчера мы со Славой по очереди долго пытались помочь нашей Анечке. Кстати, мы уже рассказали в интернете, что дочь назвали Аней, Анной. Вот, пытались помочь, в итоге помогли, смогли уснуть, всё хорошо, вот. Сейчас она дремлет, не в глубоком сне, а дремлет. Мы чуть-чуть покушали. Сейчас у нас такой дневной сон, можно сказать. Вы, наверное, думаете, зачем я так укутываю малышку? Ну, я проверяю её температуру, жарко ей или нет. И я могу сказать, что ей нифига не жарко, ей как надо. Вот, у нас везде в доме открыты окна. Проветриваем. Хочу вам показать, как у нас дома, чтобы вы поверили, что у нас реально чистота. Я просто очень этим горжусь, потому что, честно, я думала, что вряд ли получится находить время. Вот, сегодня пропылесосил дома, даже было время помыть полы. Но не сегодня, два дня назад где-то мыло полы. Пользуемся вот этой штучкой, она нам очень нравится. Так вот за собой возим, завтракаем вот так вот вместе на кухне. Вот сейчас днём она вот тут тоже спит. Я её ставлю куда-нибудь, где я нахожусь, где открыто окошко хорошо. Ну, воздух проветривает помещение, чтобы ей был свежий воздух. Вот. Здесь мой стол рабочий, там у меня какие-то вкусняшки стоят, потому что иногда сижу, кормлю долго и хочется что-то перекусить. Здесь у меня пледик, я вот так вот сажусь и с какой-то стороны малышку накрываю. Такие вот у нас шарики. Ну, здесь в комнате всё вот так, в принципе, ничего интересного. Уже заказывали дополнительно подгузники. Вот. Заказала такие салфетки, вот таких салфеток заказала. Всё, на самом деле, в итоге нужно. Кто-то скажет, ой, ну что, тебе там пригодилась подушка для кормления? Пригодилась, уже не раз пригодилась. Не могу сказать, что часто ей пользуюсь, потому что иногда мы кушаем лёжа. Вот. Иногда, сидя, вот когда как раз я здесь сижу, бывает долго, она у меня может на ручках прям кайфовать, чилить долго, как и требуют маленькие малыши. Здесь тоже продолжение подгузников и пелёнки одноразовые. Их тоже нужно заказывать, потому что они у нас вообще расходятся очень круто. Тут мы, конечно, пока не спим. В кокон, кстати, тоже пока ещё ни разу не клали. Вот эта подушка на руку для кормления тоже мне пригодилась и не раз. Очень удобно, скажу честно. Такая вот у нас есть шуршалка, но мы пока в эти игры не играем. Вот. Здесь я редко малышку переодеваю, что-то такое делаю, прям редко. Здесь мы, наверное, вот всякие массажики делаем. Здесь у меня запас этих вкладышей для бюстгальтера. Тут у меня тоже целая куча заказанного, купленного, потому что они тоже расходятся очень круто. Вот. Там целых три коробки. Расходятся реально капец как. Тут у нас ещё подарочки, которые я ещё не распаковала. Ну, так, распаковала, но ещё надо в стори снять красивенько, показать. Тут у нас всякое всячино. Это свечи. Мне их давали в роддоме после родов, чтобы не было болей. Вот. Такие вот свечи. Вот этой штучкой тоже мы пользуемся, но редко, потому что, слава богу, у нас всё хорошо. Но вот когда у меня было даже сильное давление, Слава даже мне температуру им проверял. Вот. Что у нас тут ещё? Ну, тут пока ничего такого. Отсюда просто что-то берём. Тут как просто такой склад. Ватные вот эти вот шарики стерильные тоже пригодились. Вот эти вот палочки с липким наконечником тоже уже пригодились. Пару раз козявки доставали. Вот. Слава богу, пока никакие отревины вот эти вот сопли усасывать нам не пригодилось. Также мы заказали весы. Пару дней назад взвешивали нашу дочку. Она была 3 700. Из роддома мы выписывались где-то 3 450. Вот. Не могу сказать, что я волнуюсь, что она там не наедается, ещё что-то. Я думаю, она хорошо наедается. Молочные рейки у меня то, что надо. Вот. Видите, она одну сисью только покушала и в каком отрубе уже долго лежит. Что у нас в комнате? Вот этот беспорядок я только что навела, потому что я решила достать какие-то наряды, которые я не могла носить, будучи беременной. Мне бы их как-то отпарить, погладить, потому что она всё мятое, как вообще из одного места. Спит наша дочёрка здесь. Вот. Тут у меня есть вот такой вот свёрнутый, как его, господи, пелёночка под спинку подкладывать. Тут у нас стоит видео няня, собака няня. Наконец-то смогу вот эти штанцы надеть. Я рубашку в беременность носила от этих штанцов. А штанцы не могла уже. Так что вот это всё я просто достала. Тут платье тоже. Сейчас это всё разгребу. Смогу это носить. Как здорово. Честно, вот сейчас об этом вообще меньше всё думаю. Сейчас моя самая любимая одежда, в которую я хожу каждый день, это вот эта. Бюстгальтер от Миделла. Довольно-таки, кстати, классный. Удобный. Растёгивается. Я его прям обожаю. Но, конечно, я в нём не сплю, потому что будет некомфортно. Сплю я в просто каких-то ночнушках. Даже не для кормления. Вот. В той зелёной сплю. Внизу у меня вот такие вот трусы. Но они, конечно, не сильно прижимают. Мне бы какие-то... Не знаю. У меня есть бинкунг, но всё никак не найду время и желание начать его как-то подвязывать, завязывать. Хотя это, конечно, было бы неплохо. Вот. Но мне кажется, было бы супер просто хотя бы какое-то утягивающее бельё поносить. Такие вот у меня растяжки. Они появились ещё в беременность. Вот здесь вот. И вот здесь. Вот. Я о них знала и даже вам показывала, ещё будучи беременны, говорила то, что походу это растяжки. Но это единственные растяжки, которые у меня появились вот так вот на теле. И, конечно, под грудью тоже есть растяжки. Причём на одной больше, на одной меньше. Но только внизу, кстати. Что хорошо, что сверху нету. Такие вот дела. Так что, на самом деле, хожу я каждый день вот в этом. Из дома почти не выходим пока. Ну, выходим на прогулку. А так, самая моя удобная, любимая одежда это вот эта. Потому что я бегаю то туда, то сюда. И никакие футболки не надеваю, потому что мне постоянно нужен доступ к грудям. Здесь у нас вот такие пустышечки. Самые лучшие оказались от Philips. Вот. У нас есть такие ночные, которые светятся. Есть вот такая с какой-то девочкой. Есть ещё другие. Вот эти вот салфетки для груди мне очень-очень-очень сильно пригодились. И не раз. Как видите, они у меня уже вон. Почему они мне пригодились? Потому что, конечно же, у меня тоже есть болезненные ощущения на одной груди, кстати. И, конечно же, я тоже пользуюсь всякими вот такими штуками. Но вот этим редко. Чаще я пользуюсь бипонтеном мазью. Она прямо очень хорошая. Вот. Так что у нас тут всегда это лежит. И салфетки для груди, да, я ими пользуюсь. Потому что я не хочу, чтобы моя дочь вот эту вот хрень какую-то ела. Или бипонтен, тем более, который вообще надо обязательно смывать. Ну, как-то снимать, стирать с груди, с сосков. Там у нас теперь стоит коляска. Здесь у нас вот так. Ничего такого. Чистенько, классенько. Вот. Это я вам просто показываю. И даже для себя, что несмотря на то, что у нас маленький ребёнок. И пока нам из родных там, ну, мам, понятно уже бабушек, никто ничем не помогал. Не потому, что они не предлагали. Каждый день предлагают свою помощь. Хоть в чём-то, хоть чем-то, хоть как-то. Но нам просто, правда, реально пока не нужна никакая помощь. Всё у нас и так хорошо. Со всем мы справляемся. Вот. Ещё заказала вот такие вот пелёнки. Я так поняла, это, по-моему, фланелевые, что ли. Мне нравится вот такое качество. Более плотное. В них хорошо можно будет запеленать. У нас такие были в роддоме. Вот. Три штуки заказала. Один такой зелёненький, синенький. Они в комплекте шли. И беленький я отдельно стирала. Вот. Каждый день практически делаю стирку. Но, как видите, тут не только детская. Тут и наша тоже. Понятно, я это стираю, ну, раздельно. Вот костюмчики всё. Нет смысла, конечно, это всё гладить. Потому что на ребёнке оно всё и так разглаженным выглядит. Прелесть моя спит. С такими модными носочками. Я люблю папу. Мусор у нас каждый день огромное количество собирается. Просто бесконечное. Потому что пелёнки, ну, какашки и так далее. Как у нас с ванной всё устроено. В итоге пользуемся и такой, и другой штукой. Здесь подходят для ванны нам удобно. С такими плотными бортиками. Малышка не перекатывается за них. Но, конечно же, далеко отсюда и не уйдёшь. Всё это вот здесь вот в пределах происходит. Здесь я устроила такой уголочек с подгузниками, с пелёнками. Вот. Постоянно сюда пополняю подгузники. Здесь у нас влажные салфетки. И, конечно, в основном мы подмываем малышку. Но перед тем, как подмывать, чтобы просто самим не испачкаться, я протираю салфеточками и потом подмываю. Вот. Обязательно подмываем. Здесь у нас что? Тут у нас есть вот такой лосьон для тела. Не могу сказать, что мы прям много часто пользуемся. Я знаю, что не очень-то желательно сильно детей обмазывать всякими этими штуками. Ну, как бы чуть-чуть-то можно, но без перебора. И не обязательно там часто. Чуть-чуть я такое читала. Вот. Ну, мы пользуемся, но немного. Вот. Ножки вот так как раз помассировать. Ещё что-то. Пяточки. Вот такое скорее. Вот эта вещь незаменимая. Очень-очень всем рекомендую. Бепантен. Он как раз-таки для лечения прелостей. Под подгузник используем. И очень хорошо помогает как раз-таки на соски. Чтобы заживлялись все ваши штучки-дрючки. Я как делаю? Я когда покормлю, ну, не всегда у меня получается, конечно. Потому что приходится ещё с голыми сиськами по дому походить. Вот. И не всегда это удобно. Не всегда получается. Потому что в идеале нанести на соски. И хотя бы, ну, типа 10-15 минут вот так вот походить. И потом уже всё это закрывать. Тут у нас есть ещё спиртовые салфетки. Которые тоже нам пригодились протирать пупочек. Он у нас, кстати, уже отвалился. У меня глюки, молодой малыш. Мне всегда кажется, что ребёнок плачет. Короче, мерить температуру в ванночке. Тут у нас есть вот такая вот расчёточка. На всякий случай здесь чуть-чуть этих в носу. С липким слоем. Сюда я засовываю свои вкладыши для груди. Я их обычно освобождаю от всяких вот этих пакетов. Чтобы было удобно быстро брать. Здесь у нас ватные шарики стерильные. И чуть-чуть вот таких вот этих ушных с ограничителем. Но, честно, мы ими вообще не пользуемся. Потому что даже если чуть-чуть водичка в ушку заползает. Удобнее намного вот этим ватным шариком просто промокнуть. Либо полотенчиком. Но полотенчиком не так удобно. Вот удобнее с шариком. Такой вот у нас очень прикольный гель для интимной гигиены девочек. Очень приятный пахнет. По консистенции очень приятный, классный. И не каждый раз тоже его используем, чтобы сильно ребенка не замыливать. Потому что понятно, что подмываем часто. Что еще здесь не показало? Тут еще стоит судокрем. Но я им еще, если честно, ни разу не пользовалась. Потому что нам очень хорошо помогает бипантен. И вообще никаких опрелости у нашей девочки нет. Мы постоянно обменяем подгузник. Все чистенько, классненько. Здесь у нас стоит ванночка перевернутая. Ну понятно, чтобы стекала, чтобы туда всякой пыль не налетала. Вот этими штуками все пользуемся, все купаем, все получается. Так что в целом вообще очень рады. Вот еще перед тем, как поехать рожать, я успела заказать вот такие штуки, чтобы сделать дома красоту. Здесь у нас стоит детский вот такой вот пенка. Купаем. Мы вообще обычно как купаем? Я держу малышку, а Слава ее моет. То есть она у меня на ручках, вот так вот ею она у нас плавает. Смешнюлька такая. Здесь у нас висит два полотенца. Вот это я сегодня хотела утром надеть. Я стирала вчера свою эту ночнушку как раз для кормящих. И повесила ее сегодня погреться. Думала переодену, но в итоге уже, конечно, не буду переодевать. Понятно, что я уже все, уже не сплю. Вот здесь у нас висит всегда два полотенца. Одно маленькое, которое, конечно же, мы стираем, меняем. Оно как раз таки для вот таких вот, когда подмыл малышку, взял быстренько вот так вот, промокнул. И положил дальше там наряжать и так далее. А это уже такое банное, когда мы вечером купаемся. Вот. Сюда я повесила вот такую корзину. И здесь у меня всегда на запас лежит, ну, один, два, ну, два обычных костюмчика. Просто один уже меняли. Два костюмчика, шапочка какая-нибудь, там, не знаю, носочки. Что-нибудь такое висит на запас. Потому что бывает, малышку принесешь, разденешь, а она начнет сикать, все, она мокрит и так далее, и так далее. Ну, короче, нужно что-то менять. Чтобы, понятно, ну, с ребенком не бежать куда-то, где шкаф, еще что-то. Чтобы, понятно, там это все удобно. На кухне ничего особенного у нас такого прям интересного нет. Во-первых, цветочек мой, который вот так вот светет, радует меня. Здесь, значит, давление мы мое меряем каждый день. Проверяем. Здесь у нас стоит видео о няне. Но на самом деле она у меня обычно стоит перед компом, либо у славы, в зависимости от того, кто чем занят. Что дальше? Здесь всякие таблетки, которые мне назначили в госпитале, как раз таки от давления. Есть еще какая-то таблетка, по-моему, вот эта, которую нужно рассасывать под языком. Она какая-то такая, знаете, типа, когда у тебя суперсильное давление, и тебе прям хреново, ее нужно срочно под язык, и тогда оно опустится. Вот, слава богу, я их уже не пью, но пару раз мне приходилось их выпивать, потому что у меня было ужасное давление, синие губы, меня трясло. Ну, короче, это был трэш. Честно, я не помню, что у меня были какие-то проблемы с давлением, в том плане, что оно, мне кажется, раньше было, может быть, пониженным, то есть было такое состояние. Но я думаю, может, из-за того, что я худая сильно была. Короче, не знаю. А тут после родов ужасная погода, реально была ужасная погода, дожди просто сумасшедшие. Плюс я думаю, что это из-за родов, конечно, лактация устанавливается. В общем, все это в одну кучу. Гормоны, переживания, в общем, все в одно. И просто вот так вот меня шандарахнуло. Но, слава богу, уже все хорошо. И сейчас, когда у меня нет вот этого давления, я хорошо себя чувствую, я могу сказать, господи, какое же счастье, как же круто, когда ты себя хорошо чувствуешь. Потому что то, как я себя чувствовала, это был просто кошмар. И я понимаю, что у меня маленький ребенок. Я плакала из-за того, что я пью вот эти препараты. Я понимаю, что я не могу их не пить, я должна их пить, потому что это важно для моего здоровья. А мое здоровье важно для здоровья нашей дочки. Короче, переживала я из-за этого жутко. И даже плакала, потому что я думаю, типа, блин, мне было грустно, что мне так плохо, и что мне приходится пить какие-то препараты. И я переживала, что это все попадет к нашей дочке. И ей тоже было не очень по кайфу. Но я думаю, что из-за погоды сейчас лучше. Хотя вот вчера мы не очень хорошо спали. Позавчера вообще офигенно. То есть она ночью два раза спала по четыре часа. Ну, типа, вот мы ее искупаем, она спит четыре часа, потом она проснется там на час-полтора, чтобы покушать, поменять подгузник, ну, что-нибудь такое. Посюсюкаться, ну, короче, даже, может, не полтора, а час. Потом она опять на четыре часа засыпает. То есть, по сути, если я сплю вместе с ней в восемь часов, ни хрена себе. Сегодня она спала три раза, вот именно, если считать, вот такую вот ночь, три раза по два часа. Вот. И еще днем мы досыпали. Очень даже тоже неплохо. Так что в целом могу сказать, что мы даже высыпаемся, хотя синяки под моими глазами говорят об обратном. Вот так вот пока она днем спит, она не всегда так спит днем. Вчера днем вообще мы не могли очень долго ложиться, что мы только не делали, соски, не соски. Я вообще удивляюсь, что она сейчас так хорошо спит, причем долго, интересно, я засекла. Веду в приложении вот этот сны, не сны, и очень часто, конечно, я забываю их поставить, установить. Но самое главное, ночью я устанавливаю вот эти вот трекеры сна. Есть вот такое приложение, вот так вот пока фотку какую-то поставила. Думаю, они каждый день будут предлагать мне новую фотку загрузить. А нет, оказалось, что просто аватарку ставишь. Короче, здесь есть всякие, типа, когда кормил, какую грудью кормил, когда подгузник. Ну, подгузник я один раз добавила. Ну, зачем-то, зачем вообще его добавила, не знаю, надо его удалить, потому что каждый раз добавлять подгузник просто закачаешься, их очень много. Записываю, типа, когда кормлю, но это тоже, знаете, такая не то чтобы важная информация, потому что кормлю я постоянно, прикладываю постоянно. И я думаю, что за счет этого также это вообще хорошо. За счет этого сокращается и матка, и молочко как надо приходит. Но самое главное, если честно, для меня это вот этот трекер сна. В один день у меня почему-то удалилось, сбилось, все нафиг, вот видите. А так, в целом, вот так вот я записываю, сколько она спит. И для меня, для меня это полезная информация, но динамики не вижу. Ну, типа, знаете, сегодня мы так спим, завтра мы так спим. То есть нету такого, что я такая знаю, так, завтра в 3 часа дня мы точно будем спать, поэтому я могу пойти там сделать свои какие-то дела в это время. Ребенок будет спать, Слава посидит дома, например. Нет, такого пока нет. Хотя, если так вот посмотреть, может быть, тут и есть какая-то где-то плюс-минус динамика, но все равно никогда не угадаешь сон ребенка, это дело такое. Она у нас спала вчера с 7 вечера до 22.30. После этого мы ее искупали, как бы перед сном. Потом она у нас что-то, по-моему, долго уснуть не могла. Долго, да. Аж только в час убаюкалась. И с часу до 4 спала. И получается, ну, почти 3 часа. Потом в 4 она проснулась. И потом я ее покормила, понятно. И 2 часа еще она спала. Потом еще 2 часа. Вот как раз с 9 до 11 мы хорошо еще поспали. Ну, короче, в целом реально норм. Плюс еще, когда днем она хорошенько спит, то вообще реально просто столько всего можно успеть. Ну, каждый день по-разному. Позавчера она хорошо спала ночью, хорошо спала днем. У меня была куча времени. И я такая, ну, блин, я уже все переделала, что еще делать. Каждый мой день утром начинается с того, что я иду в душ. Голову даже мыть успеваю. Голову ныть, сушить, все, вообще. Единственное, что впереди нас ждут такие моменты, как документы. Нужно будет как-то вместе с малышом выезжать. Мы еще с малышкой из дома так далеко, типа, не отъезжали. Вот, нужно научиться пользоваться хорошенько автолюлькой этой. Потому что это тоже так волнительно. Ну, нужно, чтобы обязательно она именно лежала, не сидела. Вот, конечно же, мы знаем о том, что ребенка сажать нельзя. Очень хочется сходить в ресторан поесть стейка, если честно. Прям вообще, очень хочется. По поводу того, сколько я вешу. На данный момент я вешу 65,4. Это, получается, минус 11 килограмм того веса, с которым я пошла рожать. То есть, изначально я была 54. То есть, мне, по сути, еще, грубо говоря, типа, 10 килограмм сбросить. И вообще будет мой прежний вид, вес. Я так на себя смотрю и думаю, блин, да я вообще достаточно худая. Ну, то есть, хотя вешу 65. То есть, по сути, даже если я просто 5 килограмм сброшу, я уже буду нифига себе. Ну, типа, класс. Хотя я еще и сейчас думаю, что я класс. Ну, конечно же, вот еще все. Да, блин, прошло, господи, вообще 11 дней. Да? Сколько 11 дней? 11 дней, как я родила, прошло, уже 11 килограмм сбросила. Так что, в принципе, это круто. Понятно, что вода уходит. Я не просто так, типа, знаете, сижу там на каких-то диетах. Я не сижу на диетах, но я осторожно очень ем. Не жру все подряд. Стараюсь правильно питаться, потому что все равно я волнуюсь. Хочу поменьше, чтобы на всяких газиков коликов было и так далее, так далее. Мне вот реально проще что-то вот не сожрать, что мне сильно хочется, какой-нибудь такой ядрененький, типа, знаете, чем сожрать и потом мучиться с ребенком, который мучается. Ну, в общем, такое себе. Думаю, что я вам еще не показала. Здесь у нас уже было много разных стирок. Чаще всего носим ползунки, типа комбинезоны, вот это вот все в воде. Редко, скажу честно. Но сейчас вот, я думаю, хорошая погода, как раз можно будет малышку оставлять в воде, например. И ножки открытые. Потому что мы вообще, ну, получается, укутываемся. Я видела комментарии. Но я выставляю без лица ребенка пока. Потому что сегодня у нас, получается, 17 июля. Вот. И, конечно, что мы еще лицо ребенка не показали. Мы только в конце, в начале сентября планируем покрестить ребенка. То есть еще вообще. Вот. Короче, пишут в комментариях, что типа, вот зачем ты так укутываешь ребенка. Еще что-то. Как будто бы люди знают, какая у нас погода дома. Но в духе, знаете, то, что у нас окна все открыты. То, что ребенку нашему может холодно. Ну, типа, мы же не сумасшедшие какие-то. Я просто к тому, что каждый ребенок, он индивидуальный. И я постоянно проверяю холодно, жарко наши малышки. Вот сейчас хорошая погода. Я ей за шейку кладу пальчик. Вот. И так я проверяю, что там по погоде у нас за шейкой. Если сильно горяченький, то я ее там раскрываю как-то. Убираю одеяльце, например, какой-нибудь покрывальце. А так ножки, например, кто-то говорит, зачем носки надеваете? Снимите носки с ребенка. Снимите шапку. Ну, вот я сняла шапку, она начала чихать. Это просто к тому, что, конечно, я не слушаю, что там пишут люди. Потому что я лучше знаю, как мать для своего ребенка, что ему нужно. Как я ее люблю. Печенечка моя. Кто-то готов на прогулку. Но на всякий случай я вот так вот ее заверну. Хотя там жарко, но лучше я, если что, вот так вот сделаю, чем наводит холодно. Надеюсь, уснет на улице. Кто еще раз капризничает. Только вышли, уже уснули. Вот наш папочка. Все равно ветер, да? Солнце нифига нет. Жарко, но солнце нифига нет. В общем, мы решили сейчас пойти в ресторанчик рядом с домом. Волнительно, но надеюсь, что у нас все получится. Вот. И Вивочка, конечно же, тоже будет гулять сейчас. Я думаю, что наша малышка будет отлично спать. Потому что мы только вышли, она уже вырубилась. Ну-с. На дачку хочется. Что-то плохо есть. Да. У нее тоже были другие ребята, которые тоже не задержались. Я заказала свой суп и язык говяжий отварной. Язык уже мы с Вивой съели вдвоем. У нас все будет пушить суп. У Ярика хачапури ажарский. У Славы долма. А что ты так решил долму заказать? Меня удивил. Удивил? Да. Не знаю. Что-то в голову ехнуло, и я решил заказать. Захотелось. Ну и папайка очень вкусно. Да, вкусно? Уже попробовал? А у тебя вкусно, Ярик? Да, попробую. Ну вот у меня язык был очень вкусный. Да, Виву можете подтвердить. Кстати, мы тут с Лили сидели во блоге. Ну что, класс? Ну прикольно. Так что будем сюда ходить. У нас прям рядышком с домом ресторанчик. Почему мы сюда раньше не ходили? Точнее, мы ходили, но так. Пару раз типа. Ты сладенький такой. Сейчас будем кушать. Погоники менять. Я мою мышку любила. Все, пошли кушать, да? Никогда не думала, что буду такой ярый активистка, знаете, за ГВ. Но мне на самом деле пофиг, кто как своих детей предпочитает кормить. Тем более, что у них у всех есть возможность кормить грудью по разным причинам. И я просто к тому, что... Ну, я слышала, что это какое-то чудо, когда ты кормишь ребенка. Ну, я не думала, что это настолько прям чудное чудо. Кстати, иногда надо менять позы кормления. Ну, в смысле, даже не то, что иногда. Просто я, бывает, ее кормлю лежа. Прямо она ложится. Я ложусь вот так вот, знаете. Иногда бывает такое, что не получается как будто бы вот так кормить. То есть, прям не получается и все. Она иногда куда-то голову свою водит. Вообще куда-то не туда. Да, я ее в голову беру, рукой направляю. Ну, короче, это командная работа. И иногда лучше покормить, например, лежа. Либо, наоборот, бывает лежа тоже хныкает. Как-то ей не нравится кушать лежа. Ну, короче, это прям... Никогда не угодяешь. Но сегодня она просто молодец. Я не всегда, конечно, использую всякие гаджеты, типа подушек, не подушек для кормления. На подушку, на руку. Ну, и, конечно, не всегда. Потому что иногда просто ты уже берешь и кормишь. Но иногда бывает беру. Иногда я знаю, что надолго на мне возможно будет висеть. И беру. Вот так лежит в отрубе. Ну, не в отрубе. Сейчас нам надо в туалет сходить. Подгузник поменять. Сейчас она немножко отдохнет после того, как она поела. И начнет. Видите, какой волосятенький у нас? Вот пупсик смешной. Мой ангел. Да. Все. Присыпаемся и начинаем тужиться. Начинаем работать. Так, все. Мы переоделись. Пришлось. Все поменяли. И теперь будем лежать вот так. На этом я сегодня заканчиваю с вами. Так что ждите следующее видео.